Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала. Не так давно я делала расклад на тему, выиграете ли вы в лотерею. Собственно, вариант у меня там совпал, я действительно выиграла, как и предсказывали карты. Но нюанс в том, что выиграла я всего лишь 125 рублей. После этого я поняла, с одной стороны, что это несерьезно, и надо правильно формулировать свой вопрос. Так вот, на этот расклад я решила вопрос сформулировать так. Выиграете ли вы в лотерею большой куш? Определяйте сами для себя, что для вас большой куш. Для кого-то это 5000, 500 тысяч, 500 миллионов, 100-500 миллионов. Квартира, машина, земельный участок. В общем, все, что для вас является большим кушем, можете сейчас загадать. 6 вариантов перед вами, Таро Истока сегодня взяла. Просилось 4 варианта, точнее, я хотела 4 варианта сделать сначала, но попросилось 6 вариантов. Я решила, ладно, пусть будет 6 вариантов. Загадывайте число, когда вы хотите, да, число розыгрыша, число, когда вы хотите покупать билет, или число, когда состоится тираж. Загадывайте номер тиража, конкретный для вас тираж, да, загадывайте конкретную лотерею. Собственно, 6 вариантов нам дает некий простор. Можно загадать, я не знаю, хоть 6 билетов, хоть 6 разных лотерей, да, хоть 6 недель игры в одну лотерею, как вариант. В общем, что хотите, то и загадывайте, да, загадывайте по вашей ситуации, да, смотря вот, да, количество билетов, которые вы берете, да, смотря вот характера лотереи и все такое. Общий вопрос, выиграете ли вы в лотерею большой куш? Выбирайте свой вариант или варианты, соответственно. А я давайте уже закончу предисловие и приступлю, наконец-то, к трактовкам, потому что самой ужасно интересно. Какие же ответы нам дадут карты? Итак, для тех, кто выбрал первое черненькое сердечко, сердечки по цветам выпали рандомно, да, я не специально так разложила, как выпало, так и выпало. Итак, первая карта, выиграете ли вы большой куш в лотерею? Вот так, да, фортуна лотерея, двойка жезлов нам здесь выпадает, а в этой колоде, да, эта карта называется ни много ни мало, два варианта. Вот у меня такое впечатление, что эта колода над нами немножко решила посмеяться, пошутить, да, потому что два варианта, это что называется, вот у блондинки спросили, какова вероятность встретить динозавра? Блондинка ответила, да, блондинка отвечает, 50 на 50, либо встречу, либо нет. Вот здесь вот эта двойка жезлов, да, нам говорит то же самое, да, что сказала эта блондинка, 50 на 50, выиграете ли вы в лотерею большой куш, вот 50 на 50, либо да, либо нет. Вот, еще какой здесь вариант возможен? Второй вариант, да, второй вариант трактовки. Возможно, вы выбираете здесь между двумя вариантами какими-то, то есть либо у вас два билета, и вы не знаете, какой из них выиграет, да, либо вы думаете пока еще, в какую лотерею вам сыграть, то есть у вас возможность выбора из двух вариантов, да, возможно, это вы думаете, ну, не то чтобы брать билет или не брать билет, да, выиграю, не выиграю, а возможно, у вас две лотереи, и вы между этими лотереями как бы мечетесь, да, не знаете, в какую вы выиграете, вот такой вот вариант. Вот, давайте сейчас, как бы нам так сделать бы, сейчас, давайте сейчас я для тех, у кого как бы нет двух билетов, двух лотерей, и у кого нету двух вариантов, давайте сейчас просто достану для этих людей, у кого один вариант, просто дополнительную карту, да, и тогда уже, собственно, да, она нам уточнит, да или нет, 50 на 50, да, встретитесь вы динозавра, то есть ваш большой куш или не встретите. А для тех, у кого действительно два варианта, я выложу после этой карты еще, еще две карты, и вы тогда из этих двух карт сможете выбрать какой-то свой вариант. Короче, я выложу еще две карты, и вы на эти две карты свои два варианта загадаете, да, вот, и тогда мы уже посмотрим, да, что нам скажут эти карты. Короче, я надеюсь, вы поняли. Давайте я уберу это черненькое сердечко, пока что вот сюда куда-нибудь пристрою, да, чтобы оно нам пока не отвлекало, да, нас. И давайте для тех, у кого без вариантов, да, у кого никаких двух вариантов нету, просто спросим, карты да или нет, пусть нам они эту двойку жезлов уточнят, да. Ну, я уже помешала, конечно, за кадром, вот, ну, давайте при вас еще помешаем. Давайте вот эту карту достану. Карта Исток, в принципе, говорит, что да, и это будет, ну, неплохая такая возможность для вас, да, неплохая возможность изменить свою жизнь, либо что-то начать, да, неплохая возможность для какого-то начинания. То есть можно сказать, что в итоге все-таки вы выиграете, и некий большой куш для вас, и вот это станет для вас, ну, может быть, даже шансом начать новую жизнь или реализовать какую-то новую для вас возможность, да, допустим, деньги, деньги выиграл и потратил эти деньги на, не знаю, там, на обучение, на карьер, ну, не на карьерный рост, да, а скорее вот на прокачку себя, да, для расширения своих, своих возможностей, да, и пошел куда-то на повышение, либо сменил работу, сменил образ жизни, да, то есть некий такой вот карт-бланш, который дадут, даст вам этот выигрыш. Либо вы буквально выигрываете, типа, там, какую-то поездку, да, какой-то грант на обучение, грант именно, вот, что-то, что дает вам буквально новую жизнь, новые перспективы, новые возможности. Ну, что, классный вариант, да, я вас поздравляю, можно сказать, да, можно вас поздравить, я надеюсь. Вот, пусть он у вас сбудется, этот вариант. И теперь давайте выложим две карты для тех, у кого по этой позиции два варианта, то есть две лотереи, два лотерейных билета в одну лотерею, вот, и т.д., и т.п. То есть задумывайте сейчас, какой для вас будет первый вариант, какой будет второй вариант, да, то есть раскидывайте свои два варианта на две карты. Вот первая карта, давайте ее вот сюда, может быть, положим, да, вот так вот. Вот, да, точно, пополам положим, давайте, на, сейчас, пополам положим на вот эту карту исток. Пусть этот шанс у нас разделится на два. Так, это первая карта. Из двух возможностей выбираем, да, и вторая карта. Так, сейчас я колоду отложу. Вот, в общем, вот так вот здесь вот две карты, они разделены. И зелененькая, да, пусть вас не путает. Вот, в общем, выбирайте, первая карта или вторая карта. Загадывайте, что у вас там есть, да, какие два варианта у вас есть, и выбирайте первый и второй. Итак, я открываю первый вариант, да, какой вам лучше выбрать? Паш, чаш, ну, в принципе, неплохо, да, неплохо. Сейчас посмотрим, первый вариант неплохой, да, можно его выбирать спокойно. Давайте сейчас посмотрим второй вариант. Может быть, он будет повесомее несколько. Паш, жезлов. Ребят, 50 на 50, да, вот как оно было 50 на 50, так и было, так и осталось, да. Ну, первый вариант больше интровертированный, да, паш, чаш, и связанный, наверное, с какими-то внутренними эмоциями и переживаниями. А второй паш, чаш, ну, я бы не сказала, что первый вариант проигрышный, да. Может быть, он тоже выигрышный, но он скорее внутренний какой-то, да, с внутренним каким-то наполнением, да, и с внутренним созиданием, с внутренним ограничением каким-то. А второй вариант, он более активный, более направленный вовне, в будущее, в перспективу, да, более деятельный какой-то. Может быть, ну, то есть, я не могу назвать первый вариант проигрышным, да, с одной стороны, но другой вариант, он как бы, то есть, выигрыш может быть, да. Но второй вариант, он как бы, под выигрыш, он, вот такой вот более, как сказать-то, более проявленный выигрыш, да, более экспансивный выигрыш, да, больше будет радости от выигрыша, как вариант, да. Вот, то есть, более такой вот явный, да, более проявленный, более яркий, более эмоциональный второй вариант, да, более победный, можно сказать. Ну, можно как бы победить и сидеть с этой победой, особо ей не радоваться, да, ну, это по первому, скорее, варианту. А по второму варианту это будет тоже победа, может быть, не очень большая, но, во всяком случае, очень яркая, очень радостная, очень такая вот, направляющая вперед, направляющая в будущее, дающая новые возможности, да, то есть, будете прыгать, скакать и радоваться по второму варианту. А по первому варианту вы скорее, ну, даже если получите какой-то результат, вы скорее уйдете в себя и скорее будете склонны к какому-то накопительству, да, скорее будете склонны именно к самоанализу, к внутренним переживаниям, да, к интроверсии, вот ни с кем не делиться вот этим, да, потратить, может быть, на себя, потратить на обучение, там, на воспоминания, на что-то еще вот такое вот. А по пажу жезлов можете, можете тоже выиграть, но потратить скорее, а, на развлечение, кстати, да, на вино, как вариант, да, по пажу чаш, на романтические отношения. А по пажу жезлов, если вы выиграете, то это скорее будет двигать вас куда-то вперед, да, можете потратить на поездку, на путешествие, на общение с друзьями, на какую-то экспансию в мир, вовне, да, на какое-то продвижение социальное, на свои желания, которые вы давно хотели реализовать, да, ну, во-первых, тоже желание, но вот здесь вот что-то такое более активное, да, более внутреннее, ну, в смысле, более проявленное вовне, да, вот это вот внутреннее горение какое-то будет проявлено вовне. Вот, ну, в принципе, да, 50 на 50, в принципе, пожалуй, оба эти варианта нам говорят, что вы выиграете, вот так вот, да, и оба эти варианта, в общем-то, с картой исток тоже, ну, так или иначе связаны, так или иначе коррелируют. Вот такой вот вариант. Ну, естественно, если у вас вопрос, да, если вы поставили вопрос так, что покупать или не покупать билет, да, то есть чтобы выиграть, как минимум, нужны какие-то действия от вас, да, то есть как минимум купить билет, то вот здесь, пожалуй, купите билет, пожалуй, в любом случае вы что-то получите и что-то выиграете. Может быть, выигрыш будет не очень большой, но зато для вас очень конструктивный, очень позитивный, да, очень перспективный, и вы сможете им, скажем так, правильно распорядиться, да, и вот этот выигрыш пойдет именно на ваше собственное развитие, да, внутреннее, да, интровертированное или экстравертированное вовне, да, какое-то развитие, поиск новых возможностей, какое-то движение, да, ну или на любовь пойдет, это, в общем, уже как бы дело десятое, да, главное выиграть, а там уж думать, на что это все направить. Вот, интересно, да, интересненький такой вот вариант, по первой позиции нам выпал, в общем-то, неплохой, да, неплохая двойка жезлов. Ну что ж, счастья вам, любви, гармонии, удачи, выигрывайте все-таки, да, большой куш, я надеюсь, он вас ждет так или иначе, да, либо, во всяком случае, тот куш, которого вам хватит на некое новое развитие, на новое начало, вот, да, как минимум на то, чтобы новый билет купить, да, который, возможно, станет для вас выигрышным, вот. Так, ну что, все, пожалуй, да, счастья вам, любви, гармонии, да, исполнения, тем не менее, хорошего предсказания положительного по этой позиции. А я перехожу к следующей, ко второй карте. Для тех, кто выбрал второй вариант, зеленое сердечко и вторую карту, да, ждет ли вас большой куш, выиграете ли вы в лотерею большой куш. Открываем карту. Здесь, да, немножко странная, немножко страшноватая карта, но карта исключительно положительная колесница, да, то есть, ну, выглядит она, может быть, не супер, да, немножко напоминает карту смерть, но, по идее, карта колесница – это карта победы, то есть, однозначно можно сказать, что да, вы здесь, без вариантов, да, без вариантов, стопроцентно, стопудово вы здесь выигрываете этот самый загаданный вами большой куш. Вот, причем, да, помимо того, что это карта победы сама по себе, и эта карта так или иначе связана с каким-то движением, с перемещением, то есть, если вы, допустим, хорошо, да, ладно, несколько вариантов, такой сначала вариант, допустим, лотерея проводится в какой-то столице, да, а вы живете не в столице, вы живете там или в области, или вообще на другом конце страны, вот, то есть, вы здесь выигрываете этот самый загаданный куш, да, но можно сказать, что, сейчас еще вернусь немножко назад, да, что здесь вы выиграете вот самый большой куш, на который вы претендовали, вот самый большой выигрыш, на который вы претендовали, вот вы здесь его просто обязаны выиграть, обязаны, вот так вот пальцем тыкаю, да, обязаны выиграть просто, Вот, замахиваетесь, да, замахиваетесь на как можно больший выигрыш, вот вы здесь его получите, да, с одной стороны, первое, да, первое по этой карте, второе, если вы действительно, да, лотерея проводится, допустим, в столице, а вы живете там в области, да, или на другом конце страны, как вариант, вам здесь за этим кушем, за этим выигрышем придется лично приехать, да, ну, понятно, что большие выигрыши, они требуют личного присутствия, да, то есть получить онлайн, получить где-то там на почте, у вас, скорее всего, такой куш не получится, да, вот как вариант, то есть эта карта колесницы говорит не только о победе, не только о выигрыше, буквально, да, о том, на который вы замахнетесь, о котором вы, который вы пожелаете, да, но еще и о какой-то сопутствующей поездке, то есть вам, возможно, придется за этим выигрышем куда-то поехать, да, на какое-то довольно большое расстояние, то есть это будет именно такая вот значимая и волнительная для вас поездка, да, то есть, ну, не просто там вот на метро две остановки проехал, да, но вот какая-то такая значимая поездка, на перекладных, возможно. Еще какой вариант, если здесь кто-то загадывал что-то типа жилищной лотереи, да, участок, дом, квартиру, вот здесь у вас есть такой вот шанс, да, потом напишите, выиграли вы участок, дом или квартиру, да, есть у вас шанс выиграть участок, дом, квартиру и впоследствии поехать на это место, соответственно, да, и впоследствии даже сменить место жительства, вот что выиграете, да, там и пропишетесь, там и поселитесь. Вот такой вот вариант здесь возможен, вот, но я даже не знаю, читать ли вам эту колесницу, да, как это сказать, ну, эту трактовку по данной колоде, потому что тут и так все понятно, да, колесница, она и в Африке колесница, колесница – это и так победа. Вот она здесь называется «управляя силами», давайте быстренько прочту, да, «управляя силами», силами с большой буквы, «герой-победитель» Аркана Колесница, герой-победитель, это у нас вы здесь, находится на пересечении противоположностей, левое и правое, черное и белое, день и ночь, его целеустремленность, непоколебимая решимость и несгибаемая воля позволят ему обуздать противоборствующие силы, движимый упорством и защищенный уверенностью, о, он победит все трудности, в скобках, интеллектуальные, эмоциональные, духовные, физические, прорвется сквозь все преграды и восстановит равновесие, я ж прям вот, прям в шоке, да, ну, не верите мне, поверьте картам, да, поверьте этой трактовке второй истока карты Колесница, вот, в общем, победитель, да, герой-победитель, колесничий победитель, значение преодоления препятствий, непреклонная решимость, обновленная мотивация, гармония, внутренний поиск истины, борьба с запутанными обстоятельствами и, в конце концов, путешествие, да, вот, про путешествие я вам, пожалуй, несколько вариантов накидала, которые могут быть связаны с выигрышем, да, то есть это либо путешествие за выигрышем, либо, а, кстати, еще один вариант, да, путешествие за выигрышем, либо, возможно, вы буквально путешествие и выиграете, да, там, в какие-нибудь южные страны, да, на какой-нибудь курорт, хотя сейчас с этим коронавирусом особо далеко не уедешь, но, тем не менее, может быть, вы будете смотреть после, да, у вас этот расклад будет актуален на момент просмотра, да, может быть, уже эта болезнь отступит, да, вот такая вот история, да, то есть либо путешествие за выигрышем, выигрыш обязательно при этом присутствует довольно большой, либо вы выигрываете какое-то приятное романтическое путешествие, как вариант, либо это выиграете недвижимость и потом едете на эту недвижимость с последующим, возможно, даже, с последующим, да, с последующей сменой места жительства, вот, пожалуй, так. Пусть этот вариант у вас проигрывается, да, я вот уже на карту поплевала, чтобы она сработала, вот, пишите, как сработает, не сработает, искренне вам желаю, чтобы этот вариант у вас сбылся, да, я его тоже загадала, пусть у нас все сбудется, счастья вам, любви, гармонии, нам, вам, удачи вам и нам тоже, спасибо за просмотр, спасибо этой классной колоде, а я перехожу к следующей, к третьей позиции. Итак, для тех, кто выбрал третью карту, третью позицию, желтенькое сердечко, выиграете ли вы большой куш, давайте посмотрим, здесь у нас выпадает паш монет, ну, большой-небольшой, да, в любом случае, ну, да, желтенькое сердечко у нас опять выдает пентаклевую масть, большой-небольшой, но в любом случае вы здесь выиграете, да, и будете очень рады этому выигрышу, очень рады этому кушу, который вы получите, да, так или иначе, вот, может быть, он будет не слишком большой, но вам хватит, и вы, ну, как бы даже, ну, помимо вот такой вот какой-то детской непосредственной радости, вы здесь получите даже какие-то новые возможности, да, то есть, ну, может быть, вам именно вот этой суммы не хватало для чего-то, да, для какого-то развития, вот, да, либо чего-то, ну, доложить вот эту сумму, да, чтобы что-то купить, либо это будет какой-то предмет, какая-то вещь, да, недвижимость, вещь, да, квартира, машина, вот, дача, вот, которая вас, да, вот этот предмет, вот этот выигрыш, который вас очень обрадует, вас очень поддержит и принесет для вас новые возможности. Ну, можно сказать, да, что здесь вы будете радоваться, как, как ребенок буквально, да, в общем, чтобы не выиграли, будете очень радоваться, и вот, ну, как бы, именно вот этот выигрыш, он будет для вас внутренне достаточным, скажем так, да, то есть, ну, можно, конечно, выиграть там 500 миллионов, миллиард, да, 100-500 миллиардов, и при этом не быть довольным, а можно выиграть, не знаю, какие-нибудь 5 тысяч и быть просто вот на седьмом небе от счастья, да, вот, так вот, так вот вы здесь будете на седьмом небе от счастья, чего бы вы там не выиграли. Давайте, может быть, прочитаю вам Пажа Монет трактовку. Практичный восторг, да, практичный восторг, называется карта. Ребенок выбегает в широкий мир, мечтая удовлетворить свое любопытство и найти собственный путь. В отличие от остальных Пажей, Пажа Монет очень практична, ну, поскольку это девочка здесь, она хорошо подготовилась, крепко стоит на ногах и не боится испачкать руки. Восклицательный знак. В Пажа Монет удивительно гармонично сочетаются энтузиазм и серьезность, но, что важнее всего, она с восторгом и радостью ждет то, что ей предстоит – приключения и изучение новых идей. В общем, какие-то новые идеи, новые возможности вы получите благодаря вот этому выигрышу. Значение. Готовность хорошо потрудиться, практичный подход к чему-либо новому, связанному с финансами или здоровьем, тщательная подготовка или обучение, пылкая любовь к открытиям, юношеское любопытство и восторг, запятая послание. Вот, в общем, куда-то судьба вас пошлет, да, благодаря вот этому выигрышу, вот этим деньгам, вот этим новым возможностям, которые перед вами откроются, да, и, что называется, новые горизонты вы здесь увидите. В общем, можно сказать, что да, выигрыш здесь будет, и свой большой куш вы получите. Ну, все, пожалуй, да, такая вот замечательная, радостная трактовка, да. Вот сколько здесь не количеством эта трактовка радует, да, а сколько вот этой эмоциональной, непосредственной, вот детской какой-то радостью, да, детской какой-то новизной вот этого вот, да, выигрыша. Может, вы никогда ничего не выигрывали, а тут вдруг раз, и у вас печать сорвет, и вы начнете выигрывать вот с этого раза. Вот, все, пожалуй. Спасибо картам, было очень интересно, да, спасибо этой карте Паш Монет за такую вот радостную трактовку, да, пусть она у вас сбудется, тем не менее. Счастья вам, любви, гармонии, удачи. А я перехожу к следующей, к четвертой карте. Для тех, кто выбрал четвертую карту, и голубенькое сердечко синенькое, выиграете ли вы большой куш? Ну, что, синий цвет у нас выпал на короля мечей, да, на карту логики, на такого вот очень упорядоченного логического товарища. Что здесь можно сказать? Пожалуй, да, вы выиграете этот свой большой куш, но здесь, либо у вас уже есть какая-то метода, как выиграть, да, то есть здесь очень вот четкая метода, да, четкая последовательность действий, какой-то расчет конкретный, да, то есть вы скорее не на удачу здесь полагаетесь, да, покладаетесь, да, а скорее вот работаете, не покладая рук за тем, для того, чтобы, да, за тем, чтобы выстроить какую-то систему четкую, да, вот бывают такие люди, которые вот сидят и там вот, даже вот когда рулетка, да, вот в эту рулетку, они там вот схему какую-то выводят, да. Я не помню, то ли в фильме в каком-то было, то ли еще где-то. В казино человеку там удалось выигрывать, он просчитал вот некую комбинацию выигрышную, вот, но работала она только за определенным столом в определенном месте. Дело в том, что там была некая деформация вот этого вот стола игрального, да, некий перекос буквально физический, да, физической вот этой вот рулетки, и шарик периодически выпадал вот, ну, на какие-то определенные цифры, да, именно за счет физической, физического дисбаланса вот этой всей установки, да, стола игрального, да, вот этого крутящего момента. В общем, чисто физические вот такие вот расчеты человеку помогли выигрывать, да, то есть он понял, что вот, да, просек, да, просчитал, увидел вот эту кривизну стола и как-то вот это все просчитал в итоге, и в итоге он выиграл. Вот здесь вот такая же ситуация, да, что некую кривизну стола, кривизну пространства, да, некие счастливые цифры, счастливые моменты. Можно здесь как-то все просчитать, да, и вот если вы займетесь тем, что просчитаете все свои шансы, если вы, допустим, здесь загадали не рулетку как таковую, а вот команда, да, тотализатор, какая команда выиграет, да, какая лошадь придет первой, вот здесь вот четкий математический, можно сказать, расчет, да, здесь вам он поможет выиграть. Вот можно сказать так, да. И король мечей, ну, в принципе, да, хоть и мечевая карта, в принципе, да, старшие мечевые арканы, да, старшие арканы в мечевой масти тоже нам дают положительный ответ, в принципе, это тоже карта говорит, да. Единственное, что, да, если вы не, ну, не склонны, да, вы там не король мечей, да, вы не склонны просчитывать, да, всякие там кривизны стола, да, всякие шансы и все такое, здесь есть у вас возможность, да, и, вернее, даже карты дают вам совет обратиться к некому человеку, да, к некому королю мечей, либо просто к какому-то товарищу, который все просчитывает, да, вот эти ваши шансы на победу, ну, обратитесь к какому-то консультанту, короче говоря, который вам просчитает ваши шансы на победу, да, просчитает, в какую лотерею вам лучше играть, да, какие числа вам лучше выбрать, какие, не знаю, да, на какую лошадь вам поставить, да, в общем, к какому-то человеку, у которого есть четкая схема, да, вот четкая какая-то комбинация. Я не знаю, если у вас такого друга нету, в интернете там почитайте, да, какие-нибудь выкладки математические, вот, либо вот когда в это, в лото играешь, на сайте можно выбрать определенные числа, короче, здесь должна быть какая-то числовая система, то есть забейте, там можно забить свои числа и выбрать, соответственно, да, билеты с этими числами. Вот пусть у вас будет какая-то система, выработайте какую-то систему для себя, числовую, возможно, да, выберите какие-то значимые для вас знаковые числа, и они для вас так или иначе станут выигрышными, вот, либо числа, которые, если у вас не выкинуты билеты, да, допустим, соберите все эти билеты, посчитайте, какие числа чаще всего выпадали, и выберите их как вариант, да, ну, я не знаю просто, что вам еще придумать, если у вас никакой системы нету, да, то есть попробуйте какую-то вот такую вот систему себе сделать, да, придумайте, да, подумайте, как вы можете такую систему себе придумать, и я бы даже сказала, что по этой карте, извините, даже не важно, выигрышная эта система будет сама по себе, да, вот, как тот чувак, просчитаете ли вы кривизну этого стола или не просчитаете, тут самая главная форма, да, самое главное, что вы подойдете именно вот с такой вот холодной головой к решению этого вопроса и тупо выберете вот какие-то такие числа, да, короче, сядьте, что-нибудь посчитайте и в любом случае выиграете, да, вот так вот, главное, чтобы именно процесс, да, был соблюден, что вы сели, посчитали и вот с холодной головой к этому вопросу подошли. Давайте я вам зачту таки штрактовку короля мечей в этой колоде, может быть, она вам что-то подскажет, да, мудрость и безупречность она называется эта карта. Король мечей достиг высот в профессиональной сфере и стал влиятельным человеком с надежной репутацией. Вот если вы такого товарища найдете в качестве консультанта, вот вы точно выиграете с ним, его разум полностью ему подконтролен и снабжает его бесконечной энергией. Король мечей подходит ко всем окружающим со строжайшими мерками, но их это не отпугивает. Его честность создала ему репутацию человека, которому можно доверять, особенно если нужна помощь в принятии трудных решений. Хотя некоторые из близких короля считают его холодным, он все равно остается незаменимым союзником, так как способен предвидеть результаты и отдаленные последствия. Вот некого такого, да, такого себе короля найдите, и пусть он вам подскажет. Если что, сам будет виноват, да, если проиграет, если вы проиграете, да. Если вы готовы к справедливому решению, в скобках пусть даже и не в вашу пользу, ну, тут, наверное, все-таки вашу, да, его совет просто необходим. Значение. Глубокая и проницательная мудрость, справедливое решение, безупречность, жесткий и здравый совет. Тот, кто завоевал авторитет, блестящая аналитика. В общем, либо сами займитесь аналитикой, либо найдите такого аналитика, пусть он для вас, да, тоже займется аналитикой, и тогда вы выиграете. Вот, пожалуй, такой для вас совет. Вот, пожалуй, да, все. Подглядела, там вышла четверка мечей, да, вот здесь вот четверка мечей выпала. То есть, опять же, мечевая карта раздумывать и не спешить с действиями какими-то. И еще одна карта, да, императрица, все-таки выигрыш будет крупный. Ну, возможно, да, король мечей у вас даже женщина тут в апостасе короля мечей. Может быть, и женщина тоже выступит, и нормально, да. Главное, чтобы она была такая вот очень расчетливая, холодная мадам в плане, в плане именно ставок, да, ну, не в отношениях, естественно. Вот, все, пожалуй, да, что еще вам ответить здесь, не знаю, да. Пишите, как у вас этот вариант проиграется. Может быть, вы сами король мечей, и мыслить, да, и все просчитывать. Это вообще ваша стихия, вы иначе просто не играете, да. Может быть, только ради этого играете, да, чтобы вот просчитывать выигрышную комбинацию. Ну, тогда флаг в руки, здесь вы так или иначе выиграете. Вот, счастья вам, любви и гармонии, удачи вам по этой позиции, да. Пусть вы все-таки выиграете свой большой куш. А я перехожу к следующей, к пятой позиции. Для тех, кто выбрал пятую карту, выиграете ли вы большой куш в лотерею, четверка монет. Ну, вот просилось у меня четыре варианта, можно было, наверное, и ограничиться, да, и не вытаскивать пятую, шестую карту. Так, четверка монет говорит нам, во-первых, о выигрыше, но, может быть, о не очень большом выигрыше, да. Это раз, это первое значение. Вот, второе значение, даже если выигрыш будет довольно-таки большим, вы, скажем так, не получите от него удовольствия, да. То есть, вот что-то здесь, чего-то здесь вам, может быть, не хватит, да, когда вы получите этот выигрыш. Вот, то есть, какое-то чувство, может быть, разочарование, да, здесь пойдет. Вот, здесь очень интересно, что, ну, некий зимний пейзаж, зимний лес, шалаш, да, шалаш-палатка, и в шалаше в этом четыре монетки, соответственно, да, с кучкой сложены. Вот, для кого, да, кто, для кого актуальна какая-нибудь жилищная лотерея, да, либо лотерея, пардон, с призом в виде участка, да, вот здесь вот вы можете выиграть этот участок, да, либо это жилище, соответственно. Но, когда вы туда приедете, там окажется, что участок совершенно пустой где-нибудь на отшибе, буквально такую вот картину, да, участок на опушке леса, вот, да, на берегу леса, хотела сказать, да, на опушке леса, рядом, да, лес, как вариант. Вот, и вам это не очень понравится, потому что вы хотели там картошечку сажать, а тут ничего не посадишь, там корни одни внизу, внутри, короче, неважно, да. То есть, возможно, либо участок будет пустой какой-то, безлюдный, да, буквально на отшибе где-нибудь на краю, да, леса, либо, если вы загадали какую-то жилищную лотерею, да, с милым райом и в шалаше, что называется, вы вот приедете и увидите, что либо там ремонта нету, и вам придется ремонт самим делать, да, то есть вот что-то вам, вас не устроит в этом самом призе, да, в этом самом большом куше. То есть, что называется, дареному коню в зубы не смотрят, но, тем не менее, даже понимая вот это, вы, получив вот этот выигрыш, вот это вот, да, свою награду, свое вознаграждение, свой куш, вы будете недовольны. То есть, если квартира, что-то там будет не хватать, да, либо, я не знаю, да, квартира, ну, если не на стадии котлована, да, то на стадии какого-нибудь, да, там, еще не застекленный дом, как вариант, да, дом еще не облицован, как вариант, то есть вот какой-то такой вот, вроде как и выиграл, да, вроде как и чего-то не хватает, да, вроде как все какое-то облезлое, обшарпанное, недоделанное и не такое, да, и в это еще, может быть, нужно как-то будет вкладываться. Вот такой вот вариант. Либо вы просто выигрываете деньги, либо не очень большие деньги, которые вас не удовлетворят, либо большие деньги, но которые вас все равно не удовлетворят и не будут для вас по-настоящему большой радостью, скажем так. Так говорит карта. Немножко противоположное значение с третьим вариантом. Там тоже может быть небольшой выигрыш, но зато там радость. Радости полные штаны, что называется. А вот здесь выигрыш может быть даже и большой, но радости как-то от этого маловато. Но тем не менее, все-таки так или иначе, некий выигрыш вас все равно ждет по этой карте. Вы за этот выигрыш по четверке монет, карта жадности, как мы помним, вы все-таки схватитесь за этот выигрыш и все-таки отказываться от него. Вы здесь вряд ли решитесь, вряд ли соберетесь. Давайте все-таки прочту вам в данной колоде значение карты четверка монет. Может быть, вы что-то почерпнете из этого конкретного значения, такого общего и стандартного. Четверка монет. Позабытая радость. Некогда радовавшая вас идея, возможно, задуманная просто ради развлечения, теперь лежит позабытая и замерзшая. Денег достаточно, но это уже хорошо. Но восхитительные планы, ради которых вы и собирали финансы, перестали радовать. Поскольку и четверки, и монеты символизируют стабильность, вы можете быть уверены, что с вашими деньгами все в порядке. Однако что-то перекрыло поток жизненной энергии, оставив вас опустошенным и обездвиженным. Обратите внимание, вам следует изменить свои жесткие отношения с деньгами. По поводу жестких отношений с деньгами, это не я сказала, это сказали карты, да, сказала это колода, поэтому я это комментировать не буду, да, разбирайтесь сами с вашими отношениями с деньгами. Так, что-то еще была какая-то мысль, да, то, что перекрыло поток жизненной энергии, оставив вас опустошенным и обездвиженным. Я не знаю, может быть, вы получите этот выигрыш слишком поздно, когда вы уже как-то выйдете из положения, и он будет уже неуместен немножко, да, хотя он будет ваш. Либо здесь, возможно, ну, вы на что-то, да, на что-то другое рассчитывали. Значение замешательства, связанное с ценностями, накопление ради накопления, сопротивление переменам, страх или паранойя, застой, упущенная возможность, потеря связи с близкими людьми или с чем-то по-настоящему важным. Вот такие вот страшные здесь значения. Может быть, да, вот бывает, что деньги разъединяют с людьми с какими-то. Может быть, у вас такое здесь значение проиграется, да, что, получив эти деньги, вы просто отдалитесь от людей, да, или люди на вас как-то обидятся, скажут, вообще-то это мой билет, да, ты вот выиграл, деньги себе забрал, да, вот мой куш забрал себе. Вот, может быть, какая-то делёжка тут будет, не знаю, либо кто-то будет против того, что вы вообще играете в лотерею, да, вообще этим занимаетесь. И даже, несмотря на ваш выигрыш, этот выигрыш может, если даже вы человеку скажете, да, или, допустим, скажете, что я потратил столько-то столько-то уже, да, потратил миллион, а выиграл полмиллиона. Вот здесь вам, может быть, ну, человек, тот человек, которому вы это скажете, он может выразить своё недовольство, да, и как-то на вас обидится, может, вы его деньги потратили, как вариант, да, ну, не знаю, да, то есть, ну, я уж, конечно, фантазирую, но вот какое-то разногласие с близкими у вас возможно из-за вот этого выигрыша, да, то есть, ну, может быть, вы либо потратили больше, чем вы играете, как вариант, да, либо человек просто не знал, что вы играете, и вдруг вот вы его так вот огорошили. С одной стороны, вроде как радостью поделились, а с другой стороны, человек, может быть, на вас как-то обидится. Ладно, всё, не булю, не буду, не булю, не булю больше этот вариант уже копать, не буду уже фантазировать, если просто не нравится, если не совпадает, да, если вам не надо менять ваши отношения к деньгам, да, и ни о какой патологической жадности в вашем случае не идёт, а скорее напротив, да, то, наверное, перезагадайте вариант, предыдущие, в общем-то, были довольно неплохие позиции. Вот, счастья вам, любви, гармонии, удачи, больших кушей, больших выигрышей и гармонии с собой, да, и с выигрышами, и с собой, и с деньгами, и с значимыми для вас людьми. А я перехожу, наконец-то, к последней, к шестой позиции. Для тех, кто выбрал шестую карту, последнее фиолетовое сердечко, выиграете ли вы в лотерею большой куш? Королева чаш, да, про куш нам расскажет королева чаш. Ну, я даже не знаю, да, в принципе, карта положительная, да, королева чаш нам не даёт отрицательного ответа, вот, но, как бы, такое впечатление, что для вас даже не куш важен, а вопрос интуиции, да, то есть, если вы положитесь на интуицию, вы вполне себе даже выиграете, да, можете выиграть, можете достичь какой-то цели, с одной стороны, и потом эти деньги, эту выигранную вами куш, да, выигранную вами лотерею потратить на любовь, да, на развитие отношений, возможно, на материнство, на детей, да, на реализацию своей роли, как матери, как вариант, да, вот, или любимой женщины, не знаю. Вот, то есть, довольно странная карта на именно денежный вопрос. Вот, такое впечатление, что вы, вот, именно прокачаете, с одной стороны, интуицию, а с другой стороны, вот этот выигранный вами куш, выигранный вами, выигрыш, да, выигранные вами деньги помогут вам как-то в любви, возможно, да, да, такой вот интересный вариант. Ну, не знаю, что делать, да, или прочитать вам королеву чаш, это самое, как это называется-то, интерпретацию, да, по этой колоде, или давайте лучше я вам дополнительную карту достану, вот, потому что девятка чаш. Ну, ладно, хорошо, выиграйте, да, выиграйте, будете очень даже довольны, и либо в таком вот интровертированном, будете, в общем, будете отмечать, да, будете отмечать этот выигрыш, либо в таком вот интровертированном ключе, да, когда вот сам с собой сижу, сам себе радуюсь, да, и сам отмечаю с собой вот эту победу, да, этот выигрыш, либо действительно вас ждёт благодаря этому выигрышу развитие любовных отношений, и вы будете радоваться сколько не самому выигрышу, а вот новым возможностям, да, именно вот развитию любовных ваших отношений благодаря вот этим возможностям, открытым деньгам, да, открытым благодаря деньгам, благодаря вот этому выигрышу, возможно, вот так вот, да, девятка чаш. Ладно, давайте вам теперь уже прочитаю королеву чаш, значение, да, потому что, ну, чё, чаши у нас выпали, да, чаши это всё-таки эмоции больше, да, эмоции, любовь, довольство, а не деньги, вот, но поскольку мы загадали куш, да, я не знаю, может, поездку на море, ну, поездку на море, да, хотите выиграть, и выиграете её, тоже как вариант, вот, ну, тогда, тогда без вопросов, тогда без, как это, ну, без претензий к этим картам. Так, сейчас быстренько. Королева чаш – материнская преданность. Королева чаш – это квинтэссенция матери, тёплая, самоотверженная, сострадательная. Она предвидит каждую вашу потребность и знает ваши мысли и чувства, едва ли не лучше, чем вы сами. Она многое пережила, ей знакома боль, неизбежная спутница любви и неудачи, приходящие вслед за успехом. Королева чаш, ну, вот, если только так, да, что, вот, будет и на нашей улице праздник, вот, и вы выиграете, будет и на вашей улице праздник. Не отчаивайтесь, да, доверьтесь своей интуиции, если только так, да, её трактовать. Королеве чаш известны потайные уголки вашей души, она знает, на что вы способны, и что, и что ещё важнее, она верит в вас. Короче, верьте в себя, как эта королева чаш, да. Она ваш самый преданный сторонник, который всегда будет подбадривать вас на пути к успеху и хранить ваши мечты в своём сердце. Может быть, у вас действительно есть такая вот, да, прекрасная королева чаш, идеальная женщина фактически, да. Если это не вы сама, то явно в вашей жизни есть такая вот, да, женщина, которая всегда вас поддержит, и которая всегда в вас верит, и благодаря этой вере вы, может быть, выиграете. Значение. Заботливая материнская фигура, искренняя эмпатия, преданность, сострадание, исключительная интуиция, мудрость, пришедшая с опытом. Ну вот, да, что такое интуиция? Это опыт, да, неосознаваемый опыт. Это, кстати, Эрик Берн, по-моему, сказал. И давайте, ну, в общем, положительная карта, да, мы уже поняли. И давайте посмотрим девятку чаш. Мне очень нравится, что здесь и королева чаш, женская фигура, и девятка чаш, мужская фигура, да. То есть будет с кем вам отметить этот выигрыш. Девятка чаш. Общее счастье. Ну вот я же говорю, мужчина сидит с девятью чашами и приглашает всех желающих разделить с ним радость и удовольствие. Пирушка, короче. Девятка чаш, которую часто называют картой желаний, символизирует эмоциональное удовлетворение и счастье. Это мощная карта дарения и принятия даров. Ну вот дары судьбы вы получите, что? Есть такой форизм. Поделись радостью, и она вернется к тебе счастьем. Поделись улыбкой своей. И далее, да. Вы были благословлены, и теперь пришло время пригласить других присоединиться к роскошному пиру. Значение. Довольство, эмоциональная удовлетворенность, успех, исполнение желаний, благополучие, во всем хорошая карма. Ну вот, да, все, пожалуй. Такой вот замечательный вариант, да. Если у вас есть какая-то вот женщина, которая вам, да, у которой развита интуиция, да, которая вам что-то подсказывает, сделать какую-то ставку, сделать какой-то выбор, прислушайтесь к этой женщине. Либо, если у вас развита интуиция, да, попробуйте прислушаться к своей собственной интуиции, да, выбрать то, что вам кажется, да, наиболее выигрышным, да, такой вот вариант. И вы здесь получите свою награду, свое вознаграждение и свой большой куш, да, в виде девятки чаш. Все, пожалуй, было очень интересно, да, прикольные такие вот трактовки. Надеюсь, они будут сбываться у вас. Наверное, не перезагадывайте, потому что, ну, позиция в любом случае хорошая. Счастья вам, любви, гармонии, да, в данном случае и удачи, и большого куша, и последующей любви, тем не менее. Вот, да, благодарю карты, благодарю вас за просмотр, было очень интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.